наступает священный месяц рамадан в котором открываются двери рая и закрываются двери ада сковывается сатана и поэтому вот именно эту тему разберем о благословенном рамадане здесь девять пунктов о мудростях и пользах священного рамадана поста в этот священный месяц первый пункт по священный месяц рамадан является одним из первых пяти основ ислама и одним из величайших исламских символов во многих мудростях поста священного рамадана заключены такие сокровенные смыслы которые обращены к сути божественного правления всевышнего то есть проявление величие могущества милости алла очень важные мудрости есть видимо поэтому всевышний говорит что он сам именно вознаграждение дает за пост который даже мы не можем представить какие он приготовил именно за пост рамадане особое вознаграждение и к общественной жизни человека общественную жизнь человек очень хорошо влияет пост и к личной жизни каждого отдельного человека и к воспитанию навса тростей а также и к выражению благодарности за божественные дары то есть посте очень много есть смыслов с точки зрения божественного правления всевышнего один из сокровенных смыслов поста следующий сотворив поверхность земли создана в виде некой скатерти благ и разместив все виды даров на этой скатерти в образе самых неожиданных мест всевышний выражает совершенство своего божественного управления божественной милости и милосердия то есть поверхность земли создана в виде удивительной божественной скатерти удивительной божественной скатерти причем в этом что всевышний про проявляет совершенство своего божественного управления своей милости и своему своего милосердия то есть а именно широта милости проявляется этом например такой пример возьмем если человек скажем так он не очень такой богатый он такой маленькую скатерть растилает там приглашает одного-два людей скажем на ифтар на разговение угощает их если чуть богаче так больше да то есть есть некоторые там очень богатые люди они иногда километр может там очень много людей приглашать всевышний аллах что делает каждый допустим год каждой весной полностью поверхность земли накрывает для своих созданий причем там разные виды пищи кто-то из созданий питается только рыбой кто-то только например травой питается кто-то нектаром детеныши допустим дети они только молоком могут питаться то есть каждому всю поверхность земли сделает виде удивительные скатерти причем вот такой интересный пример вот некоторых сказках приводится такой тоже да такая скатерть расти расстилаешь скатерть и прямо из этой скатерти вдруг появляются всякие какие-то еда там прекрасная такая едят и вот это такое чудо как бы на самом деле это чудо постоянно происходит потому что вот этот из этой как вода который всевышний расстилил эту скатерть этой почвы допустим из этой почвы из обычной земли темный такой оттуда и перец и там абрикосы выходом деревья выход потом эти плоды клубника там арбузы и так далее из этой из этой же скатерти получается выходят всякие удивительные чудесные создания на самом деле каких-то чудес новых искать не нужно всевышний аллах постоянно нам эти чудеса показывает просто единственное что нужно от этой привычности от беспечности как бы да от стряхнуть себя и научиться видеть эти чудеса то есть всевышний аллах шаг составлял удивительном таком виде люди же находясь под завесой беспечности и в кругу причин не могут полностью видеть истину выражаем этим положением а иногда и вовсе забывают они ты всевышний создал я все кругу причин то есть в этом мире кругу причин создал то есть именно из земли выходят растения от растения допустим от дерева выходит плод какой-то но если посмотреть на причину например взять эту же землю и то что из него выходит результат а вы себе тоже арбуз то эта причина не сможет создать этот арбуз этот результат явно видно что кто-то другой его создал или дерево не может создать допустим плод граната потому что у него таких способностей нет для этого сотворения такой вот пример тоже приводит во время человек который никогда не видел как растут растения на пусть он живет там на северном полюсе и он взять его на пусть на самолет посадить привести как он жаркое место таком где эти все плоды растут поставить ему поднос с этими разными в разными фруктами и он чтобы это все попробовал а потом принести ему эту землю темную дать попробовать землю и потом ему сказать что все это вышло из вот этой темной материи такой невкусный когда он не поверит нам для него это будет каким-то чудом и на самом деле это тоже является чудом просто от того что мы каждый день это видим для нас это становится привычным и мы уже это как бы не ценим и в этом никакую такого чуда не видим никакой то есть большинство людей даже вообще не проявление милости всевышнего ничего этого не видят из-за того что это постоянно происходит или на мере сказать человек вот на деревьях будет расти там появится кур и гриль и они на солнце прямо так сами этот как бы готовятся то придешь просто срываешь и кушаешь москор не это какое чудо удивительно будет один два три дня пройдет для него это станет обычным и он не перестанет удивляться хотя такие вещи постоянно происходят эти же допустим абрикосы там или же другие плоды точно подобно этому висят на этих деревьях которые далеки от того чтобы нет такой у них способности чтобы сотворить плод с его вкусом с его ароматом всего там тем более косточкой вся программа дерево где находится и висят и на солнце они готовятся то есть солнце как некая такая гриль печка она их там готовит это удивительное явление но от того что люди находятся запад под беспечностью привычность беспечность и в кругу причин не могут полностью видеть истину выражаемые этим положением а иногда и вовсе забывают они то есть да иногда вообще даже они об этом вовсе забывают то есть не то что не думают вовсе забывают то есть немного чтобы взглянуть на эти милости проявляющиеся на поверхность земли истина рахимията и разок я то то есть милосердие то что всевышний обеспечивает пропитанием то есть истина того что на всей поверхности земли и внутри нее и на и в морях и в воздухе все живые существа особенно одушевленные особенно слабые бессильные особенно детеныши регулярно и своевременно получают от некой скрытой десницы все необходимое им материальное и духовное довольствие и питание милосердно создаваемое из простой сухой земли то есть удивительные вкусные создания самого обычного материала создается из неодушевленных и подобных на кости эти куски дерева то есть из этих семечек косточек и особенно самое приятное из блюд поступающая поступаемая между кровью и нечистотами то есть молоко которое приходит детенышем а также производимые тысячами килограммами из одной твердой трехграммовой косточки и при этом никто не забывается и ничего не путается косточка да это тоже удивительное чудо всевышнего аллаха например если кто-то придет скажет да вот какой-то таблетка скажем тогда кидаешь воду и потом тоннами оттуда продовольствие выходит и человек о это удивительное да такое чудо как то же самое постоянно происходит один кусочек дерево деревяшка да сажаешь в землю выходит дерево оттуда и тоннами дает плоды то есть бывают такие деревья каждый год они тоннами дают плоды сотнями килограмм ну а то что мы к этому привыкли это происходит постепенно мы перестаем это все видеть эти удивительные чудеса да также как аят отдает содержание и наделение пищей то что всевышний именно аллах наделяет пищей и все создания и также аят берет пропитание всех людей животных под господние обещания и поручительства а также такой аят как вакаймин даббатин ла тахмилу ризукуха аллаху ярзукуха ва-и-якум ва-и-якум ва-ссамилу алим показывает как на деле ручаясь всевышний явно выдает питание бедным слабым и немощным созданиям не способным добыть его самостоятельно из самых неожиданных мест то есть именно появляется допустим какой-то ребенок или детеныш он же не знает откуда ему идет пропитание а такой аят как вакаймин даббатин ла тахмилу ризукуха аллаху ярзукуха ва-и-якум ва-и-якум ва-ссамилу алим показывает как на деле ручаясь всевышний явно выдает питание бедным слабым и немощным созданиям не способным добыть его самостоятельно из неожиданных мест то есть например появляется какой-то ребенок или детеныш он же не знает откуда он получит это пропитание но именно самое легко которое усваивается и вовремя к нему приходит на помощь это материнское молоко ему приходит или допустим комар появляется он только он появляется сразу находит свою пищу то есть знает именно как будто он хотя он не нигде не обучался именно нападает допустим на человека или какое-то животное и начинает именно находит кровь и пьет ее как будто его кто-то научил из самых неожиданных мест и а точнее из скрытого и еще точнее из ничего например рачкам на дне моря из ничего всем детенышам из неожиданных мест а всем животным каждую весну чисто и скрытого и вместе с этим объявляет доказывает что поклоняющимся причинам людям тоже из-за завесы причин вновь дает пропитание этот всевышний податель на дело то есть именно всевышний дает пропитание поэтому нет нужды заходить в какое-то недозволенное и так далее потому что всевышний все равно дает дозволенным путем будешь стараться тоже даст недозволенным тоже даст но за недозволенное придется отвечать потом и грехи и так далее а также еще очень многие аяты хурана и бесчисленные свидетельства вселенной то есть аяты хурана и свидетельства вселенной они подтверждают друг друга, все показывают, что каждое живое существо питается милосердием одного единственного всемогущего Творца. Да, то, что деревья, требующие своеобразного пропитания, они же тоже нуждаются в каких-то пропитаниях, будучи безвольными и беспомощными, уповающие стоят на своих местах, а их питание само устремляется к ним. То есть, дерево не может пойти за едой куда-то, но то, что ему нужно, Всевышний им посылает. Например, им свет нужен, вода нужна, какие-то элементы, все это само приходит к ним, то есть, Всевышний посылает к ним. И пища бессильных детенышей из удивительных мешочков течет им прямо в рот. Когда же у этих детенышей появляется немного сил и чуть-чуть воли, молоко кончается. И особенно то, что в помощь человеческим детям дано сострадание их матерей, все это явно доказывает, что дозволенное пропитание не связано с силой и волей, скорее оно приходит независимо от дающих упование, слабости и весилия. То есть, это показывает, что например, создание они сами себе не зарабатывают, не приобретают. Потому что, если бы так было, сами они были, допустим, тогда самый сильный, хитрый, допустим, он лучше должен питаться. Но мы смотрим наоборот. Волк. Целыми днями бегает грязное какое-то мясо, перемешанное там, не знаю, с нечистотами ест. А смотришь, например, чела, такое благословенное животное, что нектаром питается. Или детеныши не могут, нет у них никаких сил, что им самое лучшее молоко. Например, деревья вообще не могут ходить никуда за едой, за каким-то элементом, которые им нужны. Они сами к ним приходят. То есть, именно не кто-то сам себе зарабатывает, получает. Все равно, под зависит всех этих причин, что Всевышний Аллах своей милостью прокармливает. И вот. А у благословенный Рамазан верующий неожиданно преображается в подобие организованной армии, своеобразно приглашенных на угощение вечного правителя перед закатом солнца, как будто ожидая приказания «пожалуйте», они выказывают состояние поклонения и отношения к такой милосердной, величественной. И всеобъемлющие милости отвечают своим обширным, великим и упорядоченным поклонением. То есть, эта милость Аллаха, она по всей земле проявляется. И что? Во многих местах земли, допустим, сейчас уже, наверное, во всей земле, есть верующие люди, которые постятся. И они на вот это проявление всеобщей милости отвечают своим всеобщим, таким, организованным поклонением. Причем что? Огромное солнце становится указанием, приглашением. То есть, в этом, в всем процессе величие Творца и его милости проявляется. Поэтому, присоединяясь к такому великому поклонению, человек получает именно в Рамадане, в этом фарс-посте, огромную награду получает. Присоединяясь к этому всеобщему поклонению исламского мира, отвечая на всеобщее проявление милости таким всеобщим поклонением, как бы ты в ряды этой армии поклонения становишься. Интересно. Люди, которые не приобщаются к такому возвышенному поклонению и почетному угощению, достойны ли называться людьми? И после этого не присоединиться, конечно, без какой-то уважительной причины к такому поклонению, к такому посту, это очень и очень некрасиво. Субханако ла альмалана илля ма алламтана, инна ка антал алимал хаким, ваалхамду лиллахи раббин ааламин.